Как правильно обращаться с огнем, научим. Новые маршруты для такси проработаем. Чиновники выступили с отчетами на очередном аппаратном совещании. Оно состоялось сегодня в мэрии. Обсудили движение общественного транспорта и пожарную безопасность. А началось заседание с торжественного момента. Подробности далее. Это был чемпионат мира. Это раз. А второе, насколько я знаю, там были невыносимые условия для жизни. С чемпионата мира по легкой атлетике с победы вернулся Василий Мизинов. Наш земляк завоевал серебро. Сегодня его честовали в администрации. После торжественной части перешли к делам насущным. И тревожные статистики. Почти 900 пожаров произошло в Магнитогорске с начала года. Погибли 15 человек. Травмированы 27. Пострадали два ребенка. Нередко замыкает проводка. Но в большинстве случаев виноваты сами горожане. Из-за неосторожного обращения с огнем горят синим пламенем садовые домики, гаражи, бани, трава и мусор. Основное количество пожаров это 593 или 65 процентов от общего количества. Это у нас возгорание травы и мусора на территории города. Ранее до 1 января 2019 года данные пожара не учитывались, проходили как возгорание. Поэтому статистика у нас такая, скажем так, мунициприятная. Избежать возгораний можно, лишь усилив разъяснительную работу. Цель – дойти до каждого с профилактической миссией. Обучать мирам пожарной безопасности будут в садоводческих хозяйствах. Призвали пройти техосмотры и владельцев машин. Участились случаи воспламенения автомобилей. К слову, транспорту на совещании уделили отдельное внимание. Подвели итоги рейдов по маршрутным такси. Выявлено 25 фактов эксплуатации транспортных средств с иными характеристиками, чем те, которые предусмотрены технической документацией. На пяти маршрутных транспортных средствах выявлена установка газобаллонного оборудования без соответствующих документов. Владельцев привлекли к административной ответственности и прекратили регистрацию данных транспортных средств. А у жителей претензии к графику движения. Люди не могут добраться до окраин города, поселков Нежный, Радужный, в Зеленую долину и на 12-й участок. Особенно тяжело с транспортом по утрам и вечерам. Очень много информации, недовольства граждан о том, что рейсы крайне нерегулярны, что они могут быть, а могут совсем не проводиться. Поэтому я вас прошу, наладьте, поставьте сегодня усиленный контроль вот в этих направлениях и заставьте владельцев маршрутов исполнять те графики, согласно которых им выданы маршрутные карты. Помимо того, что график не соблюдают, так еще и ездят, как хотят, в частности, замечены как маршрутки, так и легковые авто на новом бульваре по Карла Маркса. Некоторые водители пытаются таким образом объехать пробки. Елена Винс, Артур Узинбаев, информационная служба Медиа, группа Знак.